Ну что ж, приветствую комьюнити ФНАФ. Кто-то желал этого всем сердцем, а кто-то нет. Я ухожу из ФНАФ. Я устала. И перед тем, как вы начнёте писать комментарии или выключите это видео, всё же советую посмотреть его до конца, чтобы понять причину моего ухода, то, как вся ситуация влияет на меня и почему я выбрала именно такой исход и этот момент. Я постараюсь объяснить всё кратко и понятно. Самая главная причина, почему я ухожу, это видео о ремнанте. И не моё, а Димы. Вы знаете, что мы с ним изначально хотели снимать это видео. Всё, по сути, начинается с этого. Так уж получилось, что я потратила 3 года на изучение темы, кучу денег на книги и игры. Научилась много по монтажу и так далее. Ну и все эти 3 года рвала свою задницу, чтобы доказать русскому комьюнити, что ремнант существует. Вы же знаете, что до меня, по сути, книги в России вообще не воспринимали всерьёз. Суть в чём, у меня из-за этого зародилось, так сказать, право собственности на эту тему. Как раз из-за вышеперечисленного. Ну вот я и подала Диме идею и сценарий. Но оказалось, что ему нужен был не детальный разбор, а что-то поверхностное. Но я ж так не могу, мне обязательно нужно закопаться в информации с головой. Вот мы и не сделали видео. Причина не в плохом сценарии, а в простом разногласии идей. И меня жутко обидело, что он не попросил помочь ему сценариям. Он сказал, что он использовал себя знаниями других. Это выставило меня, по сути, как тупую курицу. И на мой канал тоже не сделали изначально видео. Почему? Вот вторая причина, которая вытекает из данной ситуации. Причина отказа в первом коллабе. Как раз в том, что я писала выше. Я знала, что получу ровно то, что получу сейчас от его видео. Короче, не хотелось зря тратить силы ради ничтожных просмотров. И продолжать находиться в статусе тупой курицы. Но Максимус меня вдохновил, и я попросила сняться Диму вновь. Но получила отказ. Вот так. Просмотры на моем канале набирают от силы 4000 просмотров. Оттого я хотела коллаб с Димой и тот хайп, из-за которого люди начали меня хейтить, думая, что я какая-то плохая. Но если не смотреть на поверхностную информацию, то мои мотивы просты. Я хотела, чтобы люди знали, что такое ремнант. То, что я делала на протяжении трех лет, должно было получить больше 4000 просмотров. Оно должно было окупиться. И чтобы люди видели, что я не тупая курица, которая впихивает всем книжный канон. Это видео должно было быть нашим, а в итоге по отдельности. Я осталась тупой дурой, и мои три года работы остались на дне. Сейчас у него выйдет видео. И это будет официально и выставлено на всеобщее обозрение мою бесполезность в фэндоме. Это видео должно было быть, наоборот, стать что-то, что покажет мою полезность для всех. Но, как видите, все наоборот. Я больше не выдрежу этого позора и пройгуша. И для того, чтобы вы не писали мне то, что я уже слышала о других, то я раскрою для вас все карты. Кто-то посчитает меня плохой из-за того, что я сейчас скажу. Но я думаю, если люди не будут смотреть на ситуацию поверхностно, то они скорее скажут, что я просто зря трачу свои силы и согласятся с моим решением уйти. Перед тем, как что-то делать, я обсуждаю с как минимум пятью людьми свое решение, пытаясь найти правильный путь. И что я в итоге слышала от каждого. Делай то, что нравится, а не смотри на цифры, а не ничто. Но вот только каково было их удивление, когда оказалось, что все дело как раз в цифрах. Я хочу просмотры, популярность, общую любовь, быть на слуху, быть признанной. И просто знать, что я в этом мире имею хоть какое-то значение. Многие могут подумать, что я жалко, я разгонюсь популярностью. Да, я очень жалко, я настолько, что просто признаю это. Я рассказывала вам в одном своем старом видео, что я всю жизнь была обделена миром. Я всю жизнь была никем и ничем для общества. Для одноклассников, как пример, когда я сидела в углу одиночества и только могла желать, чтобы на меня хоть кто-то из них обратил внимание. Так уж вышло, что мое подсознание, разум и душа нашли для меня одну единственную цель, за которой я гонюсь всю свою жизнь. И это, конечно же, быть значимой для многих, чтобы обо мне знали и говорили. Но вы скажете, так почему ты тогда не вещаешь в популярных темах? Просмотры будут, да. Но я не могу просто взять и начать вещать то, что мне неинтересно. Даже ради этих заманчивых просмотров все куда сложнее. Я выбираю путь такой, чтобы я заслуживала эти просмотры, чтобы я знала, что мои труды напрасны, чтобы мне было интересно углубляться в тему. При таких обстоятельствах я рассчитываю получить не только удовлетворение от просмотров, но и от процесса. Вы видите, в чем вся сложность? Я не могу считать за победу то, что по сути я получу слишком легко. Популярная тема – это ленивый путь к пустому успеху. Я же хочу получить признание в том, к чему я помогла обрести силу. Это как с книгами по ФНАФ. Кто до меня их массово освещал? Может, кто-то и был, но суть в том, что тело было просто затоптано. А теперь видео Димы даст новый скачок книгам. И тогда вся суть моего существования в роли ФНАФера просто исчезнет и испарится. Да, я люблю ФНАФ. Всем сердцем обожаю ФНАФ. Но это не значит, что я должна терять время, деньги и силу только ради своей любви. Я уж такой человек. Я не вижу смысла что-либо делать в убыток себе на то, что не приносит результата видеоудовлетворения. Как бы я ни любила свою работу, я не стану выводить из себя последние истоки просто ради идеи. Моя цель – получить результат. А результаты для меня – быть нужны людям. Многие же, которые смогли раскрыть мои истинные цели раньше этого видео, считают меня зазвездившейся. Но на самом же деле все куда хуже. Уж лучше быть зазвездившейся, чем настолько ничтожной, что ты гонишься за всеобщей любовью и признанием только потому, что ты всю жизнь был этим обделен. И вы мне скажете то, что я слышу напряжение почти пяти лет. Все придет, просмотры будут. Ну камон, я это слышу уже пять лет. Ничего не меняется, дорогие мои. Всем ровно наплевать на меня точно так же, как и прежде. Но при этом люди что делают? Точно то же, что я получаю то, чего не получаю я. Просмотры. И любовь. Признание. Пример это люди, которые начали освещать книги после меня. Тот же Дизар. Он вообще был когда-то чуваком из моей команды. А в итоге? Да, в итоге обделенная оказалась только я. Ненавистная всем. Только я. И после этого люди пытаются меня убедить, что я не неудачница. Именно поэтому я не до конца договариваю, почему именно я не смотрю чужие теории по ФНАФ. Я просто не хочу показывать свои слабости. Мне не только неинтересно все дело в этой гребаной ситуации. Вы же заметили, что я пытаюсь делать видео быстрее остальных. Опередить их. Я покупала книги в день выхода, читала их и делала теории. Для чего? Чтобы показать людям, что я сама додумалась. Что у меня есть своя голова на плечах. Что все, что я говорю, это не процесс получения информации от другого человека. Что это все я добилась собственным трудом, деньгами, временем и головой. Все для того, чтобы доказать людям то, что я не бесполезна и достойна их внимания. Именно поэтому я выгорела с фрайтами, когда заметила, что точно такие же видео от других пользователей пользуются спросом, в отличие от моих. Я перестала такими гореть и пытаться хоть что-то сделать. Да я даже могу достичь невероятного, но при этом не своей цели. Пример со Скоттом. Часто ли на кого-то Скотт подписывает цели? Я была очень рада, не спорю. Я была счастлива. Я говорила об этом везде и часто не потому, что я звездилась, как многие говорят. Я, черт возьми, выглядела настолько ничтожно, что просто впихивала Скотта и говорила. Вот погляди на меня. Видишь, Скотт ко мне пришел. Я добилась даже его. Не видишь, я достойна твоего внимания. Посмотри на меня. Я смогла добиться этого. Неужели я не могу получить от тебя хоть капельки внимания? Это жалко, да. Смысл в том, что когда Скотт пришел ко мне, ничего ровно мне не изменилось. Всем, как было на меня, пофигу, так и осталось. То же и с теориями. Когда в моей теории подтверждается, все происходит точно так же. Я пытаюсь показать людям, что я достойна их внимания и признания, разглашая свои успехи. Показывая, что я сделала это. Я не тупая курица. Особенно забавляет, что меня называют через свои. Конечно, возможно, мне подходит это определение. Чувство собственной важности. Но на данный момент я бы сказала чувство собственной никчемности. Я думаю, вы понимаете. Я укажу не из-за хейта, а из-за того, что всем просто на меня наплевать. Я больше не хочу доказывать комьюнити свою полезность и пытаться привлечь их внимание. Зачем мне продолжать, если это бесполезно? Если они не хотят принимать меня, то я не собираюсь напрашиваться. Никто даже не заметит моего отсутствия. Я займусь лучше своей вселенной, клыки тьмы. И моя цель с ней добиться точно того же, чего я пыталась добиться от ФНАФ. Ничего не меняется. Буду делать музыку и анимации. Все как обычно. Только без изучения ФНАФ. Вернусь ли я? Да, думаю, есть шанс, что я вернусь. Но для этого должно произойти чудо, которое позволит мне забыть всю эту ситуацию. Дома потихоньку я буду изучать ФНАФ. Но уже не так яростно, как прежде. И не буду делать видео по этому поводу. Ну а вас я попрошу проанализировать всю ситуацию и не отписываться от канала. Продолжать смотреть мои видео, даже если они будут не по ФНАФ. Может быть и написать какой-нибудь комментарий. Спасибо, что выслушали. Пока.